С цветами, подарками и теплыми словами поздравлений представители Ивановского совета ветеранов и волонтеры Победы спешат в гости. Событие особенное, радостное и волнительное. Ветерану Великой Отечественной войны Анатолию Ивановичу Филиппову исполняется 100 лет. От городского совета ветеранов, соц ветеранов и дети, от волонтеров Победы, вот, с таким, говорю, еще раз прекрасным юбилеем, вам здоровья, чтобы, вроде, грехом таким быть, как сейчас, да, высокий моральный дух, обговорю, убивает все микробы, поэтому именно так должны держать. Анатолий Иванович родился 15 июля 1918-го. В 1939-м был призван в ряды Красной Армии. Служил авиационным техником. В составе 131-го истребительного полка 4-й воздушной армии прошел всю войну и окончание ее встретил под Берлином. Но службу продолжил и после Победы. Демобилизовался только в 1946-м. Война занимает важное место в жизни ветерана, но не главное. Конечно, семья. Семья, вот, самое главное. Когда он пришел, вот, демобилизовался, то увидел ее, они из одной деревни, она такая красавица, у нее такие косы. И он говорит, как я увидел эти косы, так, говорит, влюбился сразу. Вот, и вот, и всю жизнь они прожили с моей мамой. Вот, до последнего дня. Мама у нас умерла в 2006-м году. И любовь была. Он до сих пор спать не ложится, как не поцеловать ее в фотографии. Он ей рассказывает все, что у него за день произошло. Он пожелает ей спокойной ночи, поцелует его. Я все захожу. Ну, да хватит вам целоваться. В семье фронтовика уже четыре поколения. Есть и дети, и внуки, и правнуки. Но для каждого он герой. Человек – слово, любящий и добрый. Папа, дедушка и прадедушка. Вот он такой аккуратный, очень умный, начитанный. Он до сих пор телевизор смотрит. Он в курсе всех делал. Он болел очень сейчас за футбол у нас, все матчи, даже приходилось с кормолом, как переживал. Это человек – слово, действительно. Если он сказал, я доживу до 100 лет. Он дожил. Дедушка, он всегда был добрый, умный. Мы очень часто к нему ездим. Он всегда нам рад. Ну, можно сказать, он очень добрый и никогда не был роднодушным кому-то. Анатолий Иванович окружен любящей семьей. Секрет долголетия, уверен ветеран, в том, что тебе есть для чего жить. Или для кого. Надо иметь цель, во-первых, да, и стремиться к этой цели. Вот тогда-то и будет порядок. И может и дожить. А так жить без целей, и кое-как, конечно, долго не живет. И таких людей они очень уважают. Есть такая традиция – помещать на праздничный торт столько свечей, сколько лет исполняется имениннику. Но сделать это непросто, если юбиляр готовится отметить сотый день рождения. Но мы попробуем. Загадайте желание и задувайте свечи. Задувай, папуля, задувай. Задувай. Дуй, дуй. Так, вот, все нормально. Володец. Значит, я еще поживу. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.